Нам, Россия, за год содержание народа Чеченской Республики за 300 миллиардов денег. Вы хотите, чтобы мы реально совершили преступление, кто ли, да? И вот я, если бы был вместо президента, я давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, но он навел бы порядок. Привет, Рамзан. Меня зовут Илья Яшин, я друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад. Вся страна наблюдает за твоим конфликтом с федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Его сын посмел критиковать тебя, великого падишаха, и тем самым нанес тебе страшные оскорбления. Ты пришел в ярость и хочешь мести. Твои бойцы силой вывезли в Грозную жену Янгулбаева и теперь держат ее в заложниках за решеткой. Ты хоть понимаешь, насколько недостоин это выглядит? Вам не стыдно с женщинами воевать? Ну нет, тебе совсем не стыдно. Наоборот, ты настолько жаждешь отомстить, что просто теряешь над собой контроль. Называешь семью федерального судьи террористами, без суда и следствия обещаешь либо закопать их в могилы, либо сгноить в тюрьме. Твои чиновники, сидя под портретами Путина, повторяют то же самое. Угрозы убийством, обещание резать головы, кровная месть. В центре Грозного толпы людей жгут портреты твоих оппонентов. И вся Россия смотрит на это в абсолютном шоке и оцепенении. И кто-то должен, наконец, прямо и открыто сказать тебе, что так себя вести нельзя. Ни нормы шариата, ни кровная месть не могут стоять выше законов в нашей стране. Ты много раз говорил, что готов нарушать любые законы, если этого требует твоя честь. Ты называешь Путина своим вторым отцом. Он тебя взрастил, наставлял, давал деньги на карманные расходы из федерального бюджета. Но, к сожалению, он очень плохо тебя воспитал. Путин так и не объяснил тебе правила жизни в современной России. Не рассказал о нормах поведения и не разъяснил, что такое хорошо и что такое плохо. Наверное, потому что он и сам не очень хорошо понимает эти нормы и правила. Президент Путин несет прямую ответственность за то, кем ты стал. Но ты и сам уже взрослый мужчина и должен лично отвечать за свои слова и поступки. Жизнь человеку дает Господь. И только он вправе ее отобрать. Посмотри, сколько крови на твоих руках. Посмотри, сколько трупов вокруг тебя. Как тебе спится по ночам? Не приходят призраки тех, кого ты замучил в пыточных и кого отправил на тот свет. Ты привык, что можно любому заткнуть рот и запугать. Если кто-то смеет критиковать, ты отправляешь своих бойцов. Они силой заставляют людей извиняться. Очень хочется, чтобы тебя уважали, правда? Страх не равен уважению. Анна Политковская, журналистка «Новой газеты». Она публично называла тебя трусом и погибла с гордо поднятой головой от руки наемного киллера. Ты все время прикрываешься чеченским народом. Когда киллер убивает очередного твоего оппонента, ты говоришь, что ты ни при чем. Это все народ, который оскорбился за тебя. Но правда в том, что чеченцы и кадыровцы — это совсем разные понятия. Чеченцы — гордый и свободный народ, который заслуживает уважения. Кадыровцы — это группировка, которая захватила власть Чеченской республики. Я открыто говорю, что не боюсь тебя и испытываю к тебе презрение. За то, что твои бандиты убили моего друга Бориса Немцова. За то, что ты пытаешься вернуть мою страну в Средневековье. За то, что купаешься в деньгах и роскоши за счет остальной России. Я понимаю, что сейчас на твоей стороне сила. Но на моей стороне правда. Она всегда побеждает. Я хочу обратиться ко всем, кто посмотрел это видео и согласен с тем, что я говорил. В описании к этому ролику ссылка на петицию с требованием отставки Кадырова. Подпишитесь сами и распространите ее в социальных сетях.